Знаете, в чем есть парадокс такой любопытный? Дискутируются очень разные модели послевоятного устройства, либо даже если бы не было войны, дискутировались модели дальнейшего развития Украины. С другой стороны, у нас декларировано вступление в ЕС и НАТО. В данном случае ЕС нас больше интересует, НАТО экономических ограничений не накладывает. Может быть, дорожная карта вступления в ЕС это и есть модель вообще реформ? Зачем искать? Чего? Добра добра не ищут. Просто пошли бы мы по модели развития вступления в ЕС, выполнили требования и бац, есть и такая мысль. И бац, у нас уже реформированная экономика, реформированные государства. Это правда? В части экономической? Я думаю, создание административных настроек это дорожная карта. Создать аналогичную административную сетку у нас. То есть ЕС не накладывает граничные условия или системообразующие условия отношения экономики? Это в значительной мере миф, который используется внутренними политическими ритами для того, чтобы объяснить, почему мы можем... Как раз очень хочется разоблачить этот миф, потому что, ну, понятно, что курсная ЕС и НАТО у нас уже не отметим, мы движемся туда, правильно делаем. Но, как бы, существует ряд мифов. Вот я не экономист, но я хорошо понимаю в мифологии, скажем так. Я так понимаю, что кто-то очень плотно работает для того, чтобы... Это такой же миф, как, например, условия МВФ, которые нам якобы навязываются. И которые растерзали нашу страну. Да, на самом деле эти 90% этих условий, это мы сформулировали и предложили МВФ, чтобы это было подано от их стороны. От их стороны они честно подали. Да, они честно. А вашингтон консенсус? Ну, это как закон про медиа принимали и говорили, что, типа, это принимается якобы потребованию Европы. Хотя там в Европе до лампочки было то, что запаковали это в слоше страны. И там касалось буквально пару... Да, то есть мы можем промежуточно фиксироваться на чем, что, уважаемые наши зрители, сказки про страшное ограничение накладываемое вступление в ЕС, по большей части сказки, она оставляет значительную свободу, в том числе свободу экономического предпринимательства, создание определенных схем. И наличие, например, в том же ЕС Польши и Голландии, которые пошли путем кластерной экономики, никак не проблематизировали их отношения с ЕС, не вызвали там, я не знаю, революцию внутри ЕС, да и желание изгнать этого государства. Здесь главное, чтобы европейцы понимали, что мы можем сами придумать свой образ будущего. То есть если мы его сами не формируем, то они считают, что они должны сформировать его за нас. Вот такая позиция там существует. Это, опять же, зависит только от нас самих, сможем ли мы этот образ сами сформулировать. Я приведу бытовой пример. Очень часто с этим сталкиваются родители, которые хотят от ребенка, чтобы чадо было самым развитым. И вот они говорят, ну что же ты хочешь, кем же ты хочешь стать, там, ребенку в 10 лет. Ну, ребенка вообще представлений еще нет, они сложились. И вот они начинают ему, ну, не получив этот ответ, они начинают его там, кружок фортепиано, кружок по кикбоксингу. Ну, значит, запихивают. Гляди, что-то получится. Да, а вот что-то получится. А потом оказывается, что ребенок то ли сломан, то ли еще что-то. Потому что они дали ему пространство, чтобы выросло, он как личность поднялся, осмыслил себя и начал самостоятельно принимать решения. Так вот, у нас из-за того, что мы являемся таким инфантильным ребенком... Да, мы можем сами сформулировать свой образ, свое будущее. Можем сказать, что если бы мы пришли в Евросоюз с готовым пакетом предложения, они бы только обрадовались. И более того, расценили бы это как зрелость и повод для ускоренного вступления. Так же, как они обрадовались, когда поляки смогли этот образ сформулировать для Семенова. Самое главное, если бы мы с этим планом приехали в Луган, я думаю, они были бы счастливы. Если бы вместо картинки с Зеленским в виде Бэтмена или Супермена, мы пока завалить план кластерной экономики. У нас вместо Лугана Глана получилось. То есть, понятно, что ничего мы не получили. Еще одно добре дня заряда. Еще один пример, в размечании этого мифа по поводу того, что Евросоюз, это все души. Давайте возьмем три страны, которые нам более-менее понятны. Польша, Болгария, Румыния. У этих три страны в Евросоюзе и у всех разные показания. Между ними пропасть. Да, Болгария это вообще аутсайдер в плане того, что как страна движется вперед. Польша это пример того, как нужно провести новую индустриализацию, используя ресурсы Европейского Союза. А Румыния, которая там послала какое-то время задних, начала тоже сейчас активно развивать. Сейчас начал подтягиваться. Да, подтягиваться идет вперед. Я могу еще пару десятков примеров назвать. Илья, я хочу сказать. Да, Илья, я вовлекаю тебя. Я могу добавить про Эстонию в сравнении с перечисленными. Это же страна, которая стартовала одновременно с Литвой и Латвией. И кластерная логика у нас была инсталлирована за счет, ну вообще в первую очередь это была фокусировка на стартапах, но инсталлирована она была за счет нескольких таких титанических сдвигов. Первый – это цифровое пространство, единое по стране. То есть у нас право на интернат, институционное право. Второе – это зонтичная логика поддержки предпринимательства. В первую очередь стартапов и, собственно, минимизация чиновников и регулирование для стартапов. И там есть определенная архитектура построения вот этого вот экосистемы для поддержки стартапов, которая выводит, ну, 10 единорогов у нас сейчас получается. Ну, то есть Skype – это всем известный, Bolt, может быть, всем менее известный, есть еще Pipedrive, есть еще Vice, TransferWise. Ну, в общем, 10 единорогов за небольшой период. И мы сейчас первые по Европе с отрывом где-то на порядок от других стран по соотношению капитала на перкапита на человека в стране по стартапам, если сравнить со всей страной Европой. И это такой тоже вполне себе кластерный подход. У нас есть благая вещь для всех евроскептиков, которая заключается в том, что Европа предоставляет самое широкое поле экспериментов, стесняться нечего, бояться нечего, и никто у нас не будет вязать по экономическим рукам и ногам, если мы туда вступим, правильно? Потому что мифология такая существует. Я сам в значительной степени был ей подвержен этой мифологии. Сейчас радостно слышу благую весть, могу ее обратить к самому себе. Это хорошая история. Я перестал быть евроскептиком 2 минуты назад. Продолжение следует...